я приветствую всех кто сейчас смотрит этот youtube канал меня зовут евгений киселев и я рад приветствовать сегодня в гостях на моем канале андрея балмейстера украинского философа как его еще называют публичного философа который имеет тоже свой youtube канал на котором тоже масса подписчиков и который считается одним из ну извините за пафос самых содержательных мыслителей нашего времени андрей олегович я благодарю вас за то что нашли время для того чтобы с нами побеседовать и я видел что на вашем канале ваше выступление есть на совершенно разные темы но я хотел бы вот о чем для начала с вами поговорить как вам кажется на каком этапе сейчас находится вообще человечество люди начинают порой говорить о том что мы едва ли не на краю конца света здравствуй евгений алексеевич спасибо за приглашение вы знаете ну такой сразу вопрос не политический я могу могу сказать пока вот если кратко мне кажется что мы возвращаемся к какому-то важному витку отматываем на 500 лет назад шестнадцатом веке азия была могущественной системой китай другие государства и технологические и цивилизационной европа не было больше выше могущественной азии потом случился ряд этапов изменений шестнадцатый век стал веком экспансии европейской я не вижу в этом ничего плохого я западник я про европейский как бы человек но факты достаточно холодные суровые европа к семнадцатому веку стала главным главной цивилизации и вот многие сегодня говорят что мы живем в примечательное время когда азия постепенно возвращает себе будущее возвращает себе историю и наверное двадцать первые веки то что мы наблюдаем пока в европе на западе происходят внутренние конфликты вот российско-украинская война ближний восток постепенно азия перехватывает эту инициативу мыслители китайские индийские я их тоже читаю они видят в этом какой-то если не как бы возрождение во всяком случае непую справедливость историческую как бы ни казалось нам это грустным поэтому я не вижу конца мира я надеюсь на то что удастся ситуацию удержать но я вижу начало новой истории где азия играет другую роль одну из ведущих то есть фукуяма говорил о конце истории и в каком-то смысле он оказался прав фукуяма уже несколько раз переинтерпретировал то что он сказал несколько раз повторял что его не так поняли нет как раз напротив мы перед этапом новой истории может быть более интересным интересным потому что она полезна и самому западу эта эпоха когда несколько центров силы когда есть конкуренция идея технологий в том числе и военная конкуренция и мне кажется что этот шанс и для запада пересмотреть переопределить свое место в мире сейчас в европе дискуссии о том чтобы стать более влиятельной силой в мире вышло недавно несколько книг по геополитике и там говорят о том что ближайшие десятилетия станут эпохой пяти центров силы что-то подобное было перед первой мировой то есть за пять центров пять центров например один из немецких геополитиков издал книгу в этом году бестселлер это сша европа индия китай и уж так они пишут и россия вот эти пять центров силы соединенные штаты европа ес европейский союз имеется ввиду как субъект индия китай россии ну и остальной мир который будет структурироваться вокруг этих центров ну честно говоря мне не хотелось бы жить в мире который в частности выстраивается вокруг нынешней россии я думаю многим не хотелось бы жить в таком мире но в данном случае мы с вами начали как холодные аналитики и здесь я просто ссылаюсь на исследование авторитетных политологов которые так считают поэтому тут уж мы можем различать прогноз факты и оценки наши оценки с вами нам бы не хотелось если уровень желаний а не городе уровень аналитики мне бы тоже не хотелось что поделаешь ну тем не менее вам не кажется что сегодняшняя россия вот не абстрактная россия сегодняшняя совершенно конкретная россия с его существующим там политическим режимом с существующими там культурными идеологическими политическими трендами движется в обратную сторону в сторону обратную человеческого прогрессу назад в прошлое кархайки кархайки каком-то смысле да каком-то смысле да ну давайте тогда рассмотрим вашу фразу с нескольких сторон так рассуждаем слух вы сказали прогресс и регресс но сегодня не совсем ясно в чем прогресс прогресс придуман на западе эпоха просвещения прогресс заменил другой важный слово которое было целью истории а это был конец света которые ожидали как позитивное завершение например лютер ждал конца света в семнадцатый век к думал конца света уж не говорю пятнадцатом четырнадцатом и и вот пришло просвещение сказала конец света мы конечно христиане немножко такие скажем скептически конец света отменяется вот будет прогресс бесконечное продвижение куда-то вперед каким-то идеалом это разум более разумные станем более образованы быт не знаю осмысленная политика вот будем туда идти вперед и вперед собственно это западная западная концепция что сегодня прогресс трудно определить потому что он много вектор например мы наблюдаем технологический прогресс безусловно в мире быт медицина но если говорить о политике морали об ответственности людей я бы не сказал что мы наблюдаем прогресс как вы считаете мы увидели что двадцать первом веке никакого прогресса нет и мы не отличаемся от пятнадцатого шестнадцатого века ничем разве что более мощным вооружение иногда более циничным мышлением вот поэтому ну что поделаешь вот ситуация такова что то что россия объявляет как возврат или поворот к азии можно рассматривать как встраивание как раз в новый миропорядок где азия будет играть ключевую роль кстати вышла статья вот в этом марте номер лимон дипломатике там о китае большая статья и вторая статья стала ли россия зависимой от китая французский автор проанализировал цифры торговые отношения финансовый сектор но он отрицает этот тезис зависимости он говорит что это достаточно равные отношения между двумя странами где китай заинтересован сотрудничество это уже не дружба безусловно это не какие-то там дружеские отношения или партнерские отношениях я партнерство без границ придумано форму но это достаточно прагматичная обоюдо выгодные отношения что из этого получится нет мне нам судить но вот каких-то для меня это регресс потому что для меня россия это европейская страна и для меня корни россии это запад литература музыка санкт-петербург как столица это все запад и отказ от западных европейских корней мне кажется для россии это в перспективе приговор я не вижу россию как поворачивающую в азию систем честно говоря а вот путин с вами не согласится я с ним не спорю путин решает свои задачи но мне кажется что не европейская россия это утопия потому что российские элиты привыкли учить детей в американских европейских университетах привыкли видеть себя как часть европы достаточно почитать их интервью 15-20 летней давности я помню извините может быть вашей программе эти имена не столь желательно я помню в ютюбе есть такой ролик где уже не президент действующий леонид кравчук дебатирует с сергеем караганом бой да да так вот сергей караганов тогда само собой это почти анекдотическая ситуация правда но так вот где-то 90-е годы уже 90 по моему четвертый или пятый и вот тогда караганов со всей своей пламенности убеждает кравчука что мы россия европейское государство уже европа ориентированы то есть мы европейцы и вот этот ролик мой он интересен в этом плане как как быстро подстраиваются под ситуацию до ситуативность ситуативный этап когда вдруг решили что они азиаты ну что ж мне жаль да скифы мы да азиаты мы да по блоку получается да с раскосами и жадными очами да но с этого ничего хорошего не получит не выходит и эти эти строки блока мы не знаем как толковать это восхищение варварство на варвары могут восхищать два три четыре года но они долго ничего не делал не создают надолго это это быстро играющая пластинка а вам не кажется уже что мы имеем государство в лице россии где варварство видел я думаю что на уровне правящих элит да на уровне правящих элит да но мы должны поскольку мы с вами представитель старшего поколения и глядя назад советский союз понимать что человеческая природа очень очень адаптивно давайте так мягко биологически скажем и если ситуация поменяется то вот те же самые элитры перегоняя друг друга на таком короткой дистанции будут уверять что не всегда были европейцами всегда были против войны и вот именно они были против агрессии россии против вторжения на и это все очень быстро может вот смоет волной вот эти все настроения точно так же как позавчера все были коммунистами потом вдруг стали то либералами кто националисты вот чем дольше живешь тем наблюдая за человеком понимаешь человек слаб неустойчив и пока сила пока ему выгодно он принимает разные мне как философу это горько поскольку для меня идея это важно убеждение это важно но для значительной части людей идея это способ инструментализации своих властных финансовых интересов поэтому говорить о том что победила варварство да на уровне правящих элит да но если вдруг что-то поменяется хотелось бы это верить они будут клясться в том что это было недоразумение широкие народные массы извините широкие народные массы широкие народные массы никто не изучал подробно но понимаете россия такая большая и говорить об этом очень сложно судя по социологии широкие народные массы им нравится чувствовать себя персонажами стихотворения блока очень нравится свою силу и так далее вот не свою лично где-то там да а вот как бы на международной арене но опять же народные массы они разнообразные и народа никто не видел в лицо никогда люди состоят из очень многих лиц многих личностей касается и украинского народа собственно народ придумали в девятнадцатом веке чтобы от его лица говорить народ никогда не говорили в девятнадцатом веке да ну в том значении впервые мы четко это находим документах французской революции декларация человека гражданина 1789 год прямо сказано что все мы рождаемся свободными и вся власть буквально в тексте суверенитет исходит от нации и никто не может прийти к власти только как представитель нации а к середине девятнадцатого века придумали народ и народничество и стало модным для аристократов или разночинцев ходить в народ учить народ лечить народ чеховский такой интеллигент народническая история она вошла в национализм который возник в девятнадцатом веке создал историю как науку немецких университетах середина девятнадцатого века история это история нации история народа и потом от лица народа и говорят 150 лет политики большие 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 нацисты фашисты другие типы национализма вот народ как сила обосновывающая власть народы были всегда понятно но народ как определенная сила на которую ссылаются пытаясь оправдать свою власть народная китайская республика народ ой вы знаете я не специалист по китаю я с уважением отношусь к господам синологам которые изучают китай это я поясняю нашим зрителям что вот есть понятие китаисты китаеведы вообще есть еще такой термин синологи вот люди которые профессионально изучают китай знают о нем гораздо больше чем ваш покорный слуга и я честно говоря всегда боюсь зная просто лично людей которые изучают китай я пасую перед тем сколько всего необычного они знают об этой стране в этой цивилизации и как порой трудно понять вообще как она устроена но если говорить о россии все таки вот вы сказали ходили в народ представители элиты широком смысле этого слова не правящие элиты вот представители просвещенных слоев общества и что стало с этим самым народом как этот народ себя повел в начале 20 века сразу я сразу на опасных вещей ну как подождите я вспоминаю бунина который в окаянных днях писал как обходился этот самый народ после семнадцатого года с теми людьми которые его просвещали или там с потомками этих людей да в данном случае я сказал очень простую такую истину или факт народ возникает как идея идея власти идея системы культуры только в середине девятнадцатого века и те кто народ пытался образовать лечить отдавать ему все больше места в политике конечно пострадали семнадцатом году и дальше но мне кажется это потому что другая часть людей небольшая народ разлагала и пыталась с помощью пропаганды очень элементарных обещаний а поскольку страна была крестьянская как мы с вами знаем то обещали землю причем землю бесплатную кстати обещала и украинская власть вот то что называлась украинская народная республика а до этого вот эти универсалы они же тоже были социалистами и в принципе между ними и большевиками разница была небольшая и они тоже обещали народу вот если читать универсалы наши украинской рады вот один из главных параграфов просто подарить народу землю соответственно отнять ее у собственников совсем не либеральная вещь и и подарить и вот эсеры большевики здесь социалисты в украине соревновались друг с другом чтобы народу обещать неимоверные вещи бесплатное благо бесплатную землю и тогда вот они их мне кажется купили на этом потом народ же страдал вот украине голодомор до начала тридцатых годов это земля которую дарили крестьянам вот обошлась но по обошелся подарок вот так поэтому не прямо те кто образовывал народ виноваты но естественно были группы которые пользуясь незрелостью народа пытались его использовать своих своих вот большевики достигли результат как и муссолини гитлер и так далее поэтому и опасность апелляции к народу не кажется ну вот понимаете и путина к народу как народным президентом тоже еще одна опасность я с ужасом думаю о том что так называемый народ россии сегодня находится примерно в таком же варварном состоянии как те герои бунинских окаянных дней которые павлинов помните ощипывали сжигали поместье где жили обедневшие мелкие дворяне лишившиеся уже к тому времени почти всего своего состояния и убивали старушек и стариков которые когда-то их учили грамоте и вот я смотрю сегодня на я не знаю видели ли вы фильм который по-английски называется intercepted перехваченные вот это документальный фильм который сняла украинская документалистка оксана карпович он построен на перехватах разговоров между российскими военными которые участвуют в агрессии против украины и их родственниками их женами их матерями и там жуткая картина когда вот эти вот молодые люди или не очень молодые например рассказывают ой мама ты знаешь мне так нравится пытать почти точные цитаты я узнал что существует так много пыток и дальше он это начинает рассказывать я уже не могу это воспроизводить это ужас или какой-то другой молодой человек ведь мама ты знаешь здесь нет никаких нациков это все придумано это все вранье она ему говорит как ты смеешь такое говорить а третье рассказывает про то что слушай в сестре твоей в школу идти в этом году ты там посмотри может быть компьютер где-нибудь прихватишь и и и все в таком духе то есть это где-то за гранью добра и зла за гранью вообще это следствие 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 того преступления когда одна страна вторгается в другую но я бы добавил поскольку я за симметрию что в этот война или это не знаю болото войны омут втягивает и нас украинцев соответственно наше государство становится все более авторитарным и становится зеркальным отражением агрессор и вот эти данные безусловно это факты но опять если мы хотим понять процессы и хотим преодолеть их мы должны смотреть на еще ряд факторов мы должны отвечать вопросы и о самих себе ну например я как украинский гражданин это я адресую первую очередь самому себе нам важно отвечать на вопросы о самих себе о нашей истории начиная с конца восьмидесятых с девяносто первого года потому что нам строить новую страну какой бы ни был исход войны я надеюсь на позитивный исход для украины мы не можем позволить себе строить ту страну которая была например в десятых годах до двадцать первого года здесь тоже надо больше людей зрелых меньше пропаганды больше демократических процессов которые позволили бы нам не глядя на нашего соседа сосредоточиться на себе как на стране которая хочет быть частью европейского союза и решать те вопросы которые станут перед нами потому что мы можем фиксировать проявление варварства мы можем понимать что у нас опасный сосед но задача историческая и культурной украины в том чтобы строить многообразное развитое культурное государство рядом с таким соседом как это делала финляндия например соседство с советским союзом и друг другие страны поэтому для меня это тоже очень важно понимать в первую очередь смотрим на себя самих смотрим как мы продвигаемся что с нами происходит за это время до войны широкомасштабного вторжения сейчас и для меня это тоже тревожно но я могу это позволить себе как украинский гражданин с россией все понятно россия все понятно никто не смогут оправдать явную агрессию и нарушение международного права и то что россия делала на оккупированных территориях это понятно это будут еще исследования будут я думаю что будут международные суды лучшем случае но мы должны думать о себе и обращать внимание на нас сами как бы нам не превратиться в зеркальное отражение контактируя с таким агрессором сталкиваясь с ним постоянно не превращаться в его подобие хорошо скажите мне пожалуйста андрей олегович как вы считаете то что в украине за 30 с лишним постсоветских лет сохранились какие-то ценности или скажем возникли какие-то ценности традиции которые не сложились в россии я имею ввиду сменяемость власти конкуренция на выборах свобода слова может быть ограниченное и не безусловное но в каком-то масштабе она была и сохраняется даже сейчас и многие другие вещи которые в россии не прижились с чем это связано это слишком объемный вопрос чтобы на него ответить так просто по поводу свободы я не хочу вам задавать простых вопросов по поводу свободы слова я не могу согласиться потому что я думаю в украине я сейчас нет то что существовало вы знаете давайте с другой стороны задел я привык я привык смотреть немножко с другой стороны например есть такая кембриджская школа истории идеи вот там есть ряд авторов прекрасных и кстати переводят сейчас активно и вот есть такой да называется не обольщаться демократии кембриджский профессор говорит что приписывать западу какой демократические процессы и вот и фундаментальные свободы права человека как необходимый результат развития европы это ложь это стечение исторических обстоятельств которые потом оформилась тот запад который мы знаем конечно было другой запад параллельно словно сейчас об этом пишут на самом запад колониальные жесткие и так далее все равно как бы прозападник есть точно так же и с россией и если говорить или читать высказывание реформаторов 90-х годов да вы свидетель прямой того что происходило то ведь можно сказать что в россии быстрее чем в украине шли процессы либерализации процессы как бы дискуссии так далее каналы вот нтв другие каналы которые представляли разные позиции разные позиции причем представляли очень сильно и квалифицирован а а вот потом произошел произошло нечто и когда это стало происходить ведь я теоретик малых шажочков которые вначале не видны и вот они накапливаются накапливается потом возникает преемник потом возникает еще какие-то прозападные иллюзии еще первые там несколько лет правления путина и кстати высказывание масса билла клинтона джорджа буша младшего в европейских политиков которые поют ему дифферамбы вот если только россияне ошиблись путин вот если бы издать том дифферамбов которые поют путину различные европейские и американские политики уровня президентов канцлеров премьер-министров но я думаю это потешил его самолюбие естественно он бы цинически цинично рассмеялся бы на все и вот этот я это к чему веду к тому что я противник железных необходимых причинных связей у россии был прекрасный шанс стать демократической страной она быстрее шла по этому пути чем украины украины 90-е годы 90-е годы да я имею ввиду 90-е годы где-то до условно 99 до даже 2000 год когда еще не все было понятно но искать это уже не я как украинский горит у должны россияне искать ответы на про что случилось и когда мы смотрим назад постфактум когда фактум с свершилась факт нам кажется что все к этому шло ну не могло не произойти но находясь тогда и вы я думаю подтвердите мои слова там в 90 каком-то четвертом пятом шестом году не казалось что возможный возврат описанного солженицыным что возможны аресты там и когда общество боится и молчит и когда авторитарная власть переходящий в тоталитарную безраздельно господствует на большой стороны согласитесь 90 четвертом пятом году казалось невероятным подобные вот поэтому в этом плане кто сохранил и не сохранил украина другая история и здесь безусловно у нас меняемость власти безусловно в отличие от россии без альтернативной выборы фактически назначение преемника это тоже не совсем демократично потомочные выборы и у путина власти уже сколько лет четверть века на самом четверть века путин пришел к власти в августе девяносто девятого года когда его назначили премьер-министром и провозгласили преемником вот вот четверть века да да вот в это время в украине есть меняемость власти но если мы хотим другую украину мы понимаем что формальная сменяемость власти это еще не все качество политики вот посмотрите когда мы говорим оранжевый майдан ющенко версус янукович или порошенко зеленский уровень дискуссий вот таких дебаты открыты то как общество реагировало на сам избирательный процесс и что происходило потом показывает что ну да какие-то формальные признаки есть и мы здесь лучше россии том плане что у нас не угадай что станет президентом девятнадцатом году было непонятно то станет президентом ну судя по вы думаете что было понятно предопределено знаете я не хочу вы иметь ввиду две тысячи девятнадцатый год когда выборы когда между порошенко и зеленским вот эта компания президентская вы знаете вот в декабре две тысячи восемнадцатого года я у меня много было сигналов скажем так из разных источников приходили мне сигналы что участие владимира зеленского в президентских выборах это вполне вероятный вариант я помнится выступая и не я один кстати там были и другие люди приехавшие в вильнюс на форум свободной россии очередной из украины говорили что подождите вот сейчас если зеленский будет принимать участие в выборах с высокой долей вероятности он не просто победит а победит с вдушительным результатом так оно и случилось я не хочу сказать что я был пророком но и я очень остро ощущал то что избиратель украинский концу восемнадцатого года страшно устал от того что система не меняется его очень хотелось чтобы страна чтобы система власти прежде всего радикальным образом изменилась но давайте пойдем на обострение давайте мысли получается получается здесь что есть ожидание народа усталость от того типа управления которое демонстрировал порошенко назовем это так мягкое обтекание и граждане которых было больше семидесяти процентов надеялись на другую политику или на радикальные изменения палить уже в двадцатом году в двадцать первом году стало ясно что изменения в политике не произошли это говорит о том если чуть-чуть остраненно наблюдать что здесь мы стояли перед фиктивным выбором и в принципе мы имеем тот же набор идей тот же механизм набор механизмов управления на основании той же идеологии на основании тех же идеи я считаю их для современной украины устаревшими архаическими ничего не поменялось я сейчас не говорю двадцать четвертом февраля двадцатого года говорю до этого даты мы видели как зеленский постепенно а здесь пусть исследователи отвечают на вопросы что произошло когда президент новой избранный вначале ведя себя как демократичный открытый человек помните как он шел через столпа приветствующих его единомышленников все это рассматривалось как прекрасный многообещающий карнавал каких-то других изменений где политика не будет такой жесткой супер серьезный архаический вот такой вот лубочной и что здесь пришли молодые люди которые чувствуют 21 век которые хотят поменять страну в направлении многообразия и первое его обращение которое кстати его проигравшие как бы лагерь высмеивал мама запускали какая разница мм какая разница и посыл был другой что мы все граждане одной страны мы можем верить в разных богов мы можем почитать разных героев но мы одна страна разнообразно в принципе идея была такая и вот мы наблюдаем девятнадцатый двадцатый год и уже концу двадцатого двадцать первый год как стало это меняться и на каком-то этапе уже трудно было отличить Зеленского от его предшественник в каком-то смысле система пожирает этот звездочкой это моё субъективное ограниченное мнение как наблюдателя как человека я не навязываю свое видение я могу ошибаться возможно мне есть что возразить и в наших комментариях мне наваляют ну знаете комментарии это дело такое я имею ввиду комментарии в ютюбе и вообще в соцсетях люди которые с вами согласны очень часто комментариев не пишут понимаю понимаю но я так иронично лучше в случае ставят лайки кстати этому видео не забудьте пожалуйста поставить лайки подписаться на мой канал комментарии приветствуются даже самые язвительные вопросы тоже я кстати сам стараюсь на содержательный вопрос периодически отвечать хотя не всегда для этого хватает времени андрей элегович но вот все таки но действительно ведь есть такой феномен что люди приходят в ту или иную систему не обязательно систему управления государством системы управления какими-то сферами человеческой жизнедеятельности ну условно говоря там в институт в школу в компанию еще куда-то и существующая внутри система их пожирает это же очень распространенное явление конечно но тогда помните того же самого Виктора Януковича Виктора Ющенко простите это я оговорился он победил на выборах своего конкурента Виктора Януковича а потом надежды которые до них возлагало общество увы не оправдались в футболе есть такие клубы которые очень редко попадают в плей-офф там есть отборочные этапы в лигу чемпионов и некоторым клубам важно было просто войти в плей-офф а там трава не расти долгое время такое динамо было вот они делали все усилия не входили а потом были когда они проигрывали всем подряд мне кажется Ющенко в этом смысле был не готов стать лидером он был готов вокруг него люди сплотились определенной группы использовали его как таран в хорошем значении слова как бы мост во власть но это личностное качество и то что вы сейчас говорите на то политики должны быть сильными личностями внутри нужно иметь стержень чтобы прийти с программой со своими группами людей готовыми менять ситуацию менять систему если нет зачем туда идти тогда откровенно так и скажите мы хотим немножко у власти побыть мы хотим стать богаче или мы хотим стать влиятельными нам нравится управлять но не нужно говорить что мы пришли менять систему мы хотим сделать Украину государством 21 века и так далее это касается например я мне тоже непросто я высказываю непопулярное мнение для моего круга людей украинских интеллектуалов я понимаю что если бы я высказывал скажем идеи которая нравится определенному кругу мне было бы удобнее было бы приятнее у меня много учеников я много преподавал в разных центрах в Киеве и не только в Киеве но поскольку я философ я считаю что человек должен мыслить самостоятельно иметь мужество если ты так считаешь что сказывает свою точку зрения ну надо идти иногда против течения политикам никто не мешает это очень серьезная игра если они не готовы тогда лучше не идти в политику вот о чем я еще вас хотел спросить Андрей Олегович как вы относитесь к распространенному в Украине тезису мысли о том что россияне народ России не способны вообще к демократии к свободе к цивилизованной европейской жизни ну я думаю что нет народа России как такового вот кстати тираны автократы используют слово народ сами вот я недавно встречал в каком-то высказывании Путина или в заглавии там какого-то видео которое не смотрел там вот народ я не согласен потому что это знаете похоже на дискуссии эмигрантов 60-х 70-х годов за границей и вот там одна часть скажем либеральная они назывались либеральными против почвенников у Солженицына было ряд статей образованщины и прочие вещи потом это было вначале прикровенно а потом явно дискуссии между рядом толстых журналов которые готовили потом новую новую страну условно говоря между нашим современником и не знаю журналом октябрь и так далее и вот одна почему я об этом заговорил вот эта линия что Россия страна рабов Россия никогда не способна к демократии и расслабьтесь вообще не ожидайте ничего подобного тогда ну тогда все понятно Путин пришел к власти утвердился завладел умами и сердцами ну все понятно это цивилизация рабов я не могу согласиться с этим даже если мы не сильно далеко пойдем в российскую историю мы увидим либералов мы увидим еще со времен Александра второго ряд реформ а уж тем более начиная конец девятнадцатого начала двадцатого века несколько примеров можно привести некоторые молодые слушатели думают кровавый режим в большевистском стиле только наоборот посмотрите насколько сильны движения например среди студенчества и профессуры сегодня Александр второго вы имеете ввиду я имею ввиду еще у Александра второго это земство это суды присяжных это самоуправление и так далее но еще нет конституции я имею ввиду уже конец Это на самом деле освобождение крестьян, может быть. Освобождение крестьян-то началось с этого. Освобождение крестьян – это только одна из реформ, которая задумывалась еще в начале XIX века, но осуществилась в 1961 году. Но Александр II – это больше, чем освобождение крестьян. Там был целый пакет реформ с какой-то вестернизацией, если можно так сказать, суды присяжных, создание свободных сообществ, самоуправление земства. Это все Александр II. А при Николае II, при Александре III был такой откат назад, такое жесткое вертикальное государство, а потом при Николае II постепенно, не сразу, мы видим, куда не посмотри, в какие сферы. Бизнес развивается. В среде академической разные позиции. Профессора поддерживают иногда студентов, идут в отставку, отказываются преподаваться. Это нетипично для современной России и современной Украины. Потому что в современной Украине и современной России на разных основаниях профессора и ректоры всегда поддерживают правильную линию. Про правительство. Нет ни одного ректора, который выступает против власти. В Российской империи до 1917 года масса примеров. От гимназии, начиная, от той же Киевской первой гимназии, Александровской, студенты буянили три недели, 1905 год. Никто не пострадал, никого не арестовали. Замяли все. Директор все займал. А некоторые выступали за студентов, отказывались. Вот это только один из примеров. Общественность. Разные группы. Бурлит общественная жизнь. Очень активная. Особенно после 1905 года. Поэтому не случись Первой мировой. Не рухнет эта система. Не знаю, как была бы история Европы. Австро-Венгрия. Инсолерные. Романовые. Османы. История 20 века была бы другой, конечно. Вот я не считаю, что история нет в сослагательном наклонении. Когда мы анализируем варианты, альтернативные пути, мы готовим себя к будущему. Потому что очень часто история дает второй, третий шанс. И очень важно знать, куда мы пошли не так. 50 лет назад, 100 лет назад, 15 лет назад. Вот посмотрите Киев. Три Майдана как минимум. И результаты не учли вот этот опыт. Каждый раз Украина имела... Три Майдана как минимум. Это вы что имеете в виду? Который Майдан третий? Революция на граните? Да, революция на... И там же было много Майданов. Я говорю таких самых больших, как символические. И символические, те, кто менял судьбу страны, это Майдан на граните. Как раз я, когда поступил в университет, в 92-м году, я поселился в комнате, на Ломоносовой такой был студгородок, в комнате активистов Майдана на граните. Вот они иногда приходили, они оставили свою библиотеку и рассказывали о своих подвигах годичной боли, давности и так далее. То есть я устную историю у них воспринимал. Да, и это, конечно, оранжевый Майдан, помаранчевый Майдан и 14-го года Майдан. Три таких этапа... 19-й год в каком-то смысле Майдан, электоральный. Какой? 19-й? Ну да, это уже мы говорим... Электоральный мандат, когда люди выразили свой протест не выходя на площадь, а придя к урнам для голосования на президентских выборах, а потом и на парламентских стать. Ну это уже пусть спорят политологи и историки, какие критерии мы закладываем. Это Майдан полностью в юридической мгуссии. Это Майдан на основании юридических норм. То есть с использованием права избирателей избирать президента. Потому что Майданы, скажем, оранжевые 14-го года, или революция достоинства, говорят вначале, Евромайдан, были немного другими. Это то, что называется сторонниками революции и противниками госпереволюции. Видите, сразу разные критерии. Точно так же, как Беловежское соглашение, с какой системой координат его оценят. Хорошо. А если говорить об украинцах, как вы относитесь к распространенному сегодня мнению в украинском обществе, что мы европейцы, мы гораздо более свободные, свободолюбивые люди, склонные к демократии и самоуправлению, нежели соседние россияне, которые нам не могут этого простить, и поэтому нас ненавидят и хотят нас уничтожить. Я отношусь к этому как к удобному клише пропагандистскому, которое может временно утешать, но как всякое сильно действующее средство, приводит к зависимости. И эта зависимость не дает возможности посмотреть на себя более-менее реальным. Никто не обладает правом на абсолютную истину, но двигаться в сторону реализма хотелось бы. Хотелось бы. В каком-то отношении, безусловно, у нас есть преимущество. Да и вообще, мы прекрасно знаем, что многие идеи Запада пришли через посредников того, что сегодня мы называем украинцами. Тогда они называли себя по-другому, но, собственно, это наша история. Это Киевские братства, Львовское братство, прочее. Это известные выпускники Могилянских академий. Один из трубецких лингвист вообще написал знаменитую статью, по которой он сказал об украинизации. России в XVII веке. Украинизации сверху. То есть язык, религия, версия православия, скажем, такая вот другая. Язык, религия, элиты. Он считает, это он уже писал за границей. Он говорил об украинизации XVII века. Поэтому многое Россия получила благодаря украинцам. Это пусть не смеются вот эти вот патриоты российские, радикальные. Это так. Это факт. Империю придумали в Киеве? Империю, да. Алексей эту мысль озвучивает. Я всегда эту мысль озвучивал. Ну, достаточно почитать, как Феофан Прокопович и его коллеги пишут тексты. Петру Первому рассказывают, что значит быть православным царем. Какие-то идеи. Что делать? Это не значит, что он без них не знал бы, что делать. Но это часто бывает при формировании больших империй или больших систем государственных. Когда сила есть, когда есть потенциал, но нет идей, которые можно положить в основании. Так, кстати, было с Соединенными Штатами. В одной из очень интересных исследований, недавно вышедших, есть русский перевод этой книги в институте Гайдара, называется «Великий потоп», где описано, как американские элиты между мировыми войнами были еще не готовы к политической егемонии, к политическому лидерству. То есть, экономически Штаты были готовы, это была самая сильная экономика. Штаты выиграли единственные по результатам Первой мировой, фактически. Но они были элиты, не мыслили еще как главные элиты, скажем, геополитические. И поэтому они долго, только после 1945 года, Вашингтон, элиты американские осознали себя как лидеры с угасанием Британской империи, уход ее на задний план и так далее. Так было и с Российской империей. Силы были, армия была, со шведами сражались и так далее. А вот идеи не было, и украинцы дали эти идеи. Поэтому в каком-то смысле, да, Украина исторически имела ближе коллегии европейские. Свободные города, магнебургское право. Историки любят считать, сколько было в России до XVIII века городов с магнебургским правом. И сколько было в Украине. Безусловно, это так. Но опять же, заслуга Украины здесь небольшая. Это... Ничего не обстоятельства, как Вы уже однажды сказали. Это часть была другого. Мы были частью Жечь Паспулита. И элиты украинские, и военные, и интеллектуальные, и юристы, и прочие. Они знали латынь, знали польский. Они принимали участие в европейских делах. До того, как Россия стала принимать участие в европейских делах. В 30-летней войне участвовали. До этого все образование строилось и так далее. То есть, они были частью этой большой системы. Одной из самых крупных государств. В Европе, в раннем модерне. И понятно, что очень близкое взаимодействие с представителями польской элиты, литовской элиты, привело к этому. Нельзя сказать, что вот мы такие были демократические. Это была империя. Республика империи. Где Украина занимала важную, но не главную роль. 2% шляхты. Вот Тимоти Снайдер. Его книга о реконструировании наций. Он говорит, вот пожалуйста, 17-й век. Народом, по поводу народа мы с вами говорили. Народом считалось только шляхты. И украинской шляхты было 2% населения. Вот вам все остальные не народ. Вы меня утешаете на самом деле. Потому что мне кажется, что только небольшой процент населения сегодняшней России в действительности является народом. Вот. Видите? Вот это первый шаг. Вопрос же был в том, что с Украиной. И вот я ответил на ваш вопрос, что какие-то признаки большей свободы на уровне вольницы, но на европейском уровне это другое сознание. Например, если можно как самоанализ украинцев со стороны гражданина Украины. Украинцы хороши, когда выходят на Майдан. Но когда они решают свои вопросы на предприятии, в поле, в университете, в каких-то группах, не знаю, когда они работают на какого-то крупного агрария, вот эта вся демократичность улетучивается. Это послушность, готовность работать за очень маленькие гонорары, зарплаты, боязнь начальства. Я как-то в одном из интервью недавно говорил. Боязнь начальства? Конечно. Никто вот в любом среднем университете, я не беру, там, например, университет Шевченко, но там то же самое, но там просто чуть-чуть выше зарплаты. Обычно в среднем университете люди перегружены, зависимы, получают очень мало и никогда не высказывают никакие. Мы не видели ни одного протеста профессоров или доцентов. Как бы все со стороны довольны. Этого времени я знаю, о чем говорю, потому что я с 90-х годов, и когда стал преподавать, мы были самой незащищенной категорией. Доцент, профессор получает и сейчас меньше, чем, не знаю, там, самый неквалифицированный труд. И все молчат. Ну, точно так же и в селе или в маленьком городе. Поэтому демократизм для меня, европейский демократизм, начинается вначале снизу. Умение отстоять свои права лично, требовать уважения к себе, адекватной зарплаты, иметь свой голос, чтобы были профсоюзы. Когда сейчас россияне смотрят на Европу и злорадствуют, это европейские дела. Когда там бастуют в Германии железные дороги уже четвертый раз последние там полгода, когда бастуют фермер во Франции, в Польше или в Германию, это часть европейской практики. Кстати, записано в декларации, вчера у меня было занятие по политической философии с группой, мы разбирали этот текст еще раз в декларации, по-французски и в переводе. Там же написано, что у нас есть четыре свободы, говорят основатели вот этого документа. Свобода там, значит, свобода, либерте, свобода, собственность, еще они говорят о, сейчас не свобода, собственность, равенство и право на восстание. Резистанс. Право на то, чтобы украинскую мову и на опер, это рассматривается как естественное право личности. Вот, пожалуйста, это французы. Французы вписали этим документом в историю естественных фундаментальных прав, право на восстание, право на то, чтобы резистанс. Но это право, по-моему, далеко не во всех конституциях мира отражено. Я имею в виду конституциях демократических стран. Но это была не конституция, была декларация человека и гражданина, но она была документом, учреждающим... Это перешло, если мне память не изменяет, в декларацию независимости Соединенных Штатов, но... А вот мы сравнивали. Может быть, это такой уход чуть-чуть в такие детали, может быть, это будет неинтересно нашим слушателям. Итак, декларация независимости — это июль 1776 года. Они спорили по этому поводу, но там сказано о том, что мы созданы природой и творцом, свободными, и поскольку мы должны заявить народам о том, что хотим создать новую систему, выйти из той предыдущей, создать новую систему, вот мы этим народам мира рассказываем, на каком основании мы строим новое стейт. И там вот эти фундаментальные свободы и стремление к счастью. Во французском документе на творца ссылка отсутствует, там мы рождаемся свободными, и добавляется вот этот резистанс, которого нет в американской конституции. Но американцы это сделали по факту, фактически они восстали против системы, но они не вписали это в документ. Но отсюда революционность французов. Начиная от гимна и так далее. Поэтому, да вот возвращаясь, нет, украинцы еще должны становиться постепенно европейцами в полном масштабе, потому что это вершина айсберга. Сбросить какую-то власть, прийти на Майдан, это недостаточно. Это не демократия. Какое-то удивительное противоречие в этом усматривается. Люди, которые боятся начальства, выходят на Майдан. Ну, я понимаю, что со мной многое не согласятся, но опять же, я же был частью этой системы, и я наблюдал, я не просто читал это в книжках, я наблюдал, и у меня есть, я общаюсь с тысячами людей, и мне прекрасно известны общества десятых нулевых годов. Это феодальное общество. Большой разрыв зарплат. Очень уязвимая позиция исполнителей, то есть большинства в компании или в каком-то там предприятии. Отношение к людям неуважительное во многом. Это есть, это нужно понимать. Здесь нет противоречия, здесь просто говорится, это противоречие легко объяснить, оно мнимое противоречие. Потому что, с одной стороны, человеку объясняют, ты великий европеец. Вот, поддерживая его эмоционально, на Майдане, и о нем пишут в газетах, и к его берут интервью иностранные корреспонденты. Посмотрите на лица из видео и фотографий того времени. Люди, приехавшие там из Закарпатья, из Черкащины или из Голочины, чувствуют себя вершителями историй. Им объяснили, что они великие демократы. А потом они возвращаются домой, и там нет камер-журналистов, там нет газет, там нет убеждающих людей. И они становятся снова самими собой. Кто занимается мелкой или крупной коррупцией, кто угождает начальству, кто сам начальник, который унижает других. Собственно, вот так. Вот такой разговор у нас сейчас, видите. Вот просто нужно это понимать. И не переоценивать нашу проевропейскость и демократизм. Кстати, вы говорили о том, что бывают империи, или, скажем, государства, претендующие на то, чтобы стать империями, или, скажем, центрами силы в сегодняшнем или во вчерашнем мире. Я имею в виду, что это было и вчера, и позавчера, которым не хватает идеи, которым не хватает идеологии. Вам не кажется, что это как раз то, что мы сегодня имеем в России? Претензии на возрождение империи без какой-то внятной идеологии. Ну, тут я с вами абсолютно согласен. Не у России, не у нас нет такой идеи. Я думаю, что украинцы должны найти эту идею первыми. У Украины нет идеи? Нет, нет. Сейчас это идея защиты своей идеи. Время в Европу это не идея? Нет. В том-то и дело. Это квази-идея. Но это как Россия или Украина 90-х годов. Вот в чем проблема? Это была франшиза. Ведущие экономисты, российские, части украинские, проходили семинары у ведущих политиков и экономистов американских. Не могу назвать имена этих профессоров американских, которые там были. Вот это была часть ваших реформаторов. И это спускалось ниже. И вот были некоторые клише. Например, зачем изобретать велосипед? Есть либеральное и авторитарное. Третьего не дано. Либеральное, тоталитарное. Третьего не дано. Поэтому расслабьтесь. Не изобретайте велосипед. Мы идем в цивилизованный мир. Ты говорили и у нас в Украине, и у вас в России. Все было понятно. Это и погубило многих. Экономика не является решающим фактором. Это важный фактор, но недостаточно. Это идея экономизма. А сейчас нужно думать об этих идеях. Ну хорошо. Для сравнения. Какая идея в Финляндии? Или, я не знаю, какая идея в Чехии? Давайте подумаем. Во-первых, идея в Финляндии, вот если взять хотя бы книгу Даймонда «Поворот», состояла в том, чтобы, не имея истории длитой, будучи крестьянской отсталой страной, и имея соседом Советский Союз опасный, который уже показал себя в войне северной, делать ставку на технологии и на школьное образование. Вот вам финская идея. Невмешательство, аккуратная внешняя политика, акцент на образование, повысили статус учителей, создали образованную группу людей и технологии. В результате Финляндия стала одной из процветающих стран, и многие годы говорили о финском образовательном чуде. Сейчас это критикуют, но вот вам идея, чем она плоха. Я могу говорить о Турции, могу говорить о Польше, но у Польши просто долгая традиция таких вещей. А более крупные игроки, так понятно, Франция, Германия, они ищут тоже. Не стоит думать, что у них нету поисков. Немцы считали себя запоздавшей нацией. В 20 веке писали их и не философы об этом. Индонезия еще не знает, кто она. Индия потерялась. Индия пытается ставить на индуизм и на религиозный национализм. Нас окружают страны, которые переопределяют свои идеи. Хорошо, скажите, какая должна быть украинская идея, на ваш взгляд? Украинская идея – это идея страны, которая вспомнит, что она возникла из разных империй, из разных историй, из разных языков. И это страна, в которой сосуществуют разные нарративы, разные идентичности. Свободно сосуществуют между собой. И что мы можем вспомнить, что была великая черновицкая культура, где был Салан, где был немецкоязычный университет, что была великая одесская культура, Харьковская, что, например, кто родился в Елисаветграде, нынешнем Кропивницком, что было в Киеве за все эти последние несколько столетий. То есть это акцент на многообразие, которое объединяется не государством, не какой-то господствующей идеологией, а определенными символами. Мы как мини, если хотите, символическое образование, в котором есть все культуры, все силы, все языки. И там должны развивать, в первую очередь, украинский язык с помощью государственной поддержки. Я всю жизнь писал на украинском, и все мои книги на украинском. Свободное развитие русского языка, а не сбрасывать памятники с пьедесталов, переименовать улицы, по которым Украин могут знать и приезжать иностранцы в Киев, чтобы посетить музей Булгакова или посетить место, где учился Гогольф, в Нежин поехать, где он родился или где он был. А вот это система многообразия. Она немножко похожа на империю. Но мы не будем называть Украину здесь империей, мы будем называть это европейским государством с разными историями, с разными идентичностями. Потому что болгары, румыны, и то в Румынии есть большое меньшинство немецкоязычное. Это иногда от нашего невежества. Мы думаем, что в Европе монолитная территория. Куда мы не зайдем, мы сразу будем находить новое и новое культурное образование. В Испании много оригинальных языков. Мне кажется, что вы специалист по испанскому языку, да? Или нет? Нет, я когда-то был востоковедом и… Востоковед? Когда-то моя специальность называлась иранистика. Ну вот, тогда вы можете многое рассказать о том же многообразии в Иране, который был Персией. Он всегда был Ираном. Персия – это греческое название. Самоназвание страны всегда было Ираном. Это, знаете, вот в 1935 году тогдашний властитель Ирана Резаша в Пехлеви просто обратился через свой МИД к правительствам других стран с просьбой называть страну так, как мы ее сами называем. Отказаться от использования греческого происхождения слова «персия». Сейчас в Индии такая идея – вернуться к названию, уйти от греческого названия. Да, ну вот я ответил на ваш вопрос. Для меня это значит, что я, как гражданин Украины, чувствую себя со своей философией, культурой, языком, желанием самореализовать себя свободно. И мне никто не указывает, во что верить, какие фразы произносить, на каком языке произносить. Никто не следит за… Никто не проводит лингво-психологическую экспертизу моих бесед, как в свободной стране. И не обвиняет меня в разных нелепостях. Тоже архаика. Для меня это Украина. Украина ведь человек с прямой спиной. Прямоходящий. И здесь пусть и россияне смотрят на такую Украину. Я сейчас, я мечтаю. То, что я хочу сделать, то, что я последние десятилетия пытаюсь сделать, потому что это публичная сфера, когда я стал из университета выходить к людям, заниматься в разных аудиториях и так далее. Ну, понятно, что не все получилось. Ну, вот это мечта, чтобы Украина была такой. Ну, хорошо. А сейчас, когда идет страшная война, кровавая, жестокая, конца ей не видно, можно ли мечтать о чем-то еще, кроме победы в этой войне? Необходимо. Потому что победа – это не вещь, и это не отдельная какой-то зверь. Победа должна чем-то вдохновляться. Война идет не только против кого-то, но и за что. Если просто за территорию, это да. Но нам говорили, и мы так думали, первые месяцы войны, что воюют между собой демократическое и автократическое государство. Что Украина воюет за фундаментальные свободы, за свой европейский выбор. Потом то, что нам казалось, стало постепенно испаряться. И думать надо, потому что, если это будет длиться какое-то время, я не хочу сказать долго, надолго не хватит ресурсов, мне кажется. И об этом пишут опять европейцы, американцы. Буквально сегодня был ряд таких просто сос, криков, что будет поздно, если не дать оборужение прямо сейчас. Если не придут прямо сейчас, то к лету будет очень тяжело удержать некоторые участки фронта. И очень важно, чтобы гражданин понимал, что он представляет какую страну. Не только нужно, необходимо думать. Масса примеров тому. Мой самый любимый пример Голландии, которая 80 лет воюет с Газбургой. Самая могущественная тогда территория, с Испанией. И это золотой век Голландии, 17 век. Это взрыв науки, культуры, искусства. А во время этой самой войны? Во время. И таких, можно, историй много. В Европе войны длились 30, 40, 50 лет. С переменным успехом, затиханием. И потом говорят, что вот если, как можно теперь смотреть лицо, договариваться. А 30-летняя война. Кто был в Мюнстере, был в этом зале, где заключался Вестфальский договор. Видит эти портреты людей, которые убивали друг друга еще вчера. А французы и немцы после 1945 года вынуждены были пойти на Союз перед лицом советской угрозы. Я имею в виду западную Германию. И когда Черчилль пишет Деголю, что вы возьмите за руку Германию и введите в семью цивилизованных народов, как Деголь сообщает, что во Франции эта идея не очень хорошо воспринимает. Чтобы вернуть Германию цивилизацию. Но это случилось. Не прошло и нескольких лет. Поэтому нужно... Я думаю, здесь история к терапии. Она лечит. Она избавляет от чувства исключительности времена. Нам кажется, что наше время исключительно. Что мы зашли в какие-то непроходимые дебри и тупики. Тем, кто за нами, было сложнее гораздо. А вы считаете, что сейчас вот эта мысль о том, что война – это война между свободой и демократией, и авторитаризмом, стремящимся к тоталитаризму, ушла? Моё субъективное ощущение ушло. А что пришло на смену? Воюет большая автократия и маленькая автократия между собой. Маленькая автократия озвучивает идеи либеральной демократии в публичных обращениях. Большая автократия наглым образом говорит о мире, уничтожая мирный кредит. И постоянно говоря, какие мы мирны, развалившись президент Путин, развалившись в кресле, всё время говорит, что они готовы. В это время бомбят Одессу и так далее и тому подобное. Маленькая автократия против большин. Ну, опять, я не претендую на это. Мои субъективные ощущения, которые я могу, конечно, обосновать, показывая определенные факты, события, полный запрет на дискуссии в обществе. Такого быть не может в демократической системе, даже если страна в состоянии войны. Вообще, в украинских пабликах, в украинских соцсетях дискуссий масса. В том числе и о том, какая это война. И что на смену войне между свободой и несвободой, между демократией и автократией пришла просто война между украинцами и русскими. Но ведь паблики уже сами минут 20 назад иронически замечали по поводу комментариев на ютьюбе. Паблики это хорошо. Но есть ли у нас политический процесс? Есть ли у нас дискуссии о будущем Украины уже сейчас между группами политиков и группами тех, кто можно назвать журналистами, представляющими какие-то каналы, газеты и так далее? Этого нет. У нас есть пока единый телевизионный ряд. Не знаю, есть еще или нет, потому что я телевизор не смотрю. Раньше это был марафон. Марафон, да. Он остался? Марафон на месте. Вот марафон на месте. Вполне демократический себе марафон. Потому что паблики, ну а как запретить? Ну, пожалуйста, бурлят телеграм-каналы, ютьюб-каналы и прочее, социальные сети и другие. Но это же не выходит на уровень представителей разного... Институциональный уровень. Институциональный, безусловно. Потому что когда вдруг окажется, что нужно проводить выборы или нужно формировать новую политическую систему или создавать, скажем, новый парламент, а в кого создавать? Все попрятались. Все боятся сказать слово. А в пабликах отводят душу. И что делать? В первую очередь постепенно вернуться к идее, что мы демократия, воюющая с автократией. Позволить людям высказывать свои мнения публично. Вместо телемарафона создать различные телекомпании, на которых представлялись бы разные позиции. воссоздать. 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 Следующий шаг. Чтобы общество было достаточно зрелым и следило за агрессией. И как только мы будем называть украинцев других недолюдьми или генетическими мусорными и так далее, и там что-то внутри себя называть прямо в эфирах словами неподобающими, подавать суды, чтобы суды работали. В конце концов развести ветви власти судебную. Я сейчас говорю совсем банально, как в 90-х годах. Чтобы судебная власть была независима и рассматривала эти жалобы граждан на наступление на их свободу. Военное положение не оправдывает авторитарный способ управления. Это не оправдание. Андрей Олегович, еще один вопрос позвольте. В Америке против вьетнамской войны вообще были громадные демонстрации, как вы знаете, чем пользовалась советская система, которая в международной панораме показывала, как американское общество не принимает войны. Ну, послушайте, я хотел задать другой вопрос, но просто я помню, смотрел опросы общественного мнения, которые проводились в Америке, скажем, в 65-м, в 66-м годах, вот когда только-только начиналась вьетнамская война. И я с удивлением обнаружил, что тогда большинство общества ее поддерживало. Только военные неудачи, только гробы, которые стали приходить из-за океана, изменили настроение в американском обществе. Где-то только в 68-м году эти кривые поддержки и неподдержки войны пересекаются и дальше расходятся в других направлениях, и антивоенные настроения начинают доминировать. А поначалу все было замечательно. Для тех, кто начал так называемую вьетнамскую авантюру, хотя до сих пор есть люди, которые считают, что это было правильное решение поддержать Южно-Вьетнам в противостоянии с коммунистическим севером. Ну да, это старый спор. У меня на канале есть старое видео, где я призываю мыслить сложнее, рассматриваю кейс Чили. Для меня, например, Тэтчер это очень уважаемый мной политик и Фридман. Я показываю, как с разных позиций можно оценивать это. Или как подавление красной опасности или как и так далее. Но давайте тогда тест для стран России и Украины введем. Представим себе завтра, видите, уже подходит дата, о которых вы сказали, демонстрацию за мир где-то там на болотной площади массовую. Невозможно. Или в Киеве. Ведь частью общества есть эти настроения. Представим себе демонстрацию за мир в Киеве. Тоже невозможно. Вот вам две авторитарные системы. Маленькая против большого. Кто первый начнет, это не значит, что нужно идти на поводу этих людей, но дать им возможности пройти шествием большим группам людей без последствий. Это уже тоже такое вот открытие окошка маленького. Согласитесь, что ни в России, ни в Украине такие вещи невозможны, потому что там ФСБ, здесь СБУ и власти там и здесь сразу это пресекут. Ну, какие-то группы выйдут маленькие призывать, что наши мужчины гибнут и так далее. Это можно. 7-8 человек. А вот большие демонстрации нет. Вот я примерно описал, что может быть. Немножко раскрепостить общество. Не бояться своих граждан. Пусть и не выскажут, что они думают. Простите, а сами вы за продолжение войны или за то, чтобы скорее сесть за стол переговоров? Я за то, чтобы начать переговорный процесс. Я, кстати, был одним из первых, кто озвучил и опубликовал материалы вот этой американской Think Tank Random Corporation. Документы были опубликованы в начале января, а потом последние до декабря прошлого года, где прописаны полностью варианты, возможные варианты моделирования процессов. Например, Украина настаивает на членстве НАТО одни шаги. Украина нейтральный статус другие шаги. Но здесь сесть за стол переговоров это немножко обрезание монтаж. Сейчас невозможно сесть за стол переговоров. Начать переговорный процесс публично, не за спиной граждан своих, а публично, я говорю, и для России, и для Украины. И это постепенно пытаться проходить, чтобы все понимали, о чем идет речь. Какие-то вещи, государственная тайна, понятно, но я считаю, вот когда вышли две статьи Хаббермоса, такой очень влиятельный немецкий философ, его в Германии подняли на смех. Очень серьезная пресса. Франкфурт, Эльгимай, Недицайт, Зюдойчицайт, он там публиковал свои статьи, где он говорил еще в конце 22-го года, в начале 23-го, что если начать переговорный процесс, эскалация будет зашкаливать больше, 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 в конце концов, войска НАТО будут воевать на территории Украины, потому что назад дороги нет. Соответственно, и ставим многоточие. Мы уже видим, как президент Франции Макрон начинает обсуждать возможность отправки французских военнослужащих на территорию Украины. Пока это как идея, как гипотеза. Да, там было потом масса оговорок. И европейская пресса бурлит, а связи еще с утечкой переговоров генералов по поводу Тауруса это еще больше. Тут будет Бундестаг собираться. Процесс-то пошел, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Процесс пошел, а вот нужно, чтобы прошел другой процесс. Я понимаю, что эти фразы будут неприятны для многих людей. Я не вижу другой ситуации, потому что мы попали в ситуацию, где там и там и там очень плохо. Выбор между плохим и очень плохим ужасно. Плохо это переговоры это плохо, но затягивание войны это по частям разрушается странам. Это очень плохо. А обвал страны и хаос это ужасно. Поэтому я за плохо. Это не сдача, это не капитуляция, это начало переговоров, которые общество могло бы каким-то образом отслеживать и контролировать. С двух сторон. С двух сторон. Ну вот я вернусь к тому вопросу, еще один вопрос, который я вам хотел задать. Как вы относитесь к тому, что большинство украинцев, большинство украинского общества, во всяком случае, те люди, которые имеют возможность говорить громко, категорически отрицают необходимость какого-либо диалога, какого-либо сотрудничества с антипутинским сопротивлением. Я не употребляю слово оппозиция, потому что, на мой взгляд, оно в данном контексте историческом не совсем уместно. Я скорее имею в виду силы сопротивления. Я не думаю, не раскрою тайну, не называя имен, когда я жил в марте под Киевом, ко мне приезжали представители, несколько представителей украинской власти, и также я общался с определенными представителями российской оппозиции, тех, что живет на территории России, например, Илья Пономарев давал ряд интервью. И меня попросили написать возможный документ, текст, который мог бы убедить антипутински настроенные представителей России, оппозиции, видеть в сотрудничестве с Украиной общую цель. Я этот документ даже написал. Ну, сказали, да, отлично, сильно, все, но пошли другим путем, пошли путем создания каких-то бригад и прочем. Я считаю это громадным упущением Украины. И смотрите, мы сейчас связываем нити всего нашего разговора. Если мы не считаем, что Россия страна рабов и только, и в России нет никаких либеральных традиций, тема закрывается. И если мы считаем, что в России есть центры либерального мышления и видения своей страны, не только в России, но сейчас много россиян находится на территории России, и они хотят вернуться и строить другую страну. Если мы это принимаем, то обязанность украинских политиков вести с ними конструктивный диалог, создавать общий фронт, общие площадки для обсуждения постпутинской будущей России. Но Украина не пошла по этому пути, и мои коллеги срывали кучу аплодисментов и просмотров, потом это резко ушло и перестало быть интересным, но бытовал термин, фраза такая, что русский либерал хуже Путина. Самая главная опасность это русский либерал, потому что он такой хороший, он из-за мир, но тем он еще и опаснее. Если враг вот такой прямой, понятно, а вот русский либерал нет. Это ухущение. И с другой стороны российская оппозиция, извините, потому что мы тоже часть Руси, российская оппозиция, об этом тоже много пишут, я здесь как пикейный жилет только могу вставить, что и Навальный Юли не обозначает Украину как партнера по решению тех вопросов российской оппозиции. То есть это обоюдное упущение, согласитесь. В ее речах Украина мало упоминается как партнер для борьбы с путинским режимом политически. Я тут скажу непопулярную вещь, которая не понравится многим моим российским зрителям, но антипутинское сопротивление не ограничивается покойным Алексеем Навальным, его женой Юлией и их сторонниками. Есть другие силы, центры влияния, течения, движения. Вот со всеми этими силами Украине и необходимо вести разговор. Причем не кулуарный, но для тех, кто за границей публичный, а для тех, кто в России находится, конечно, надо понимать, что это небезопасно публично, но для этого мы должны быть привлекательными для этих россиян, чтобы не показывали по телевизору пропагандистскому какие-то факты, происходящие в Украине. Я думаю, что российской либеральной оппозиции не очень нравятся кадры сноса Бюста Гоголя в том же Днепре или Пушкина в Киеве, условно говоря, или там, не знаю, надписи на каких-то там, причем Гоголь уж куда дальше. Большинство представителей российской оппозиции стоически молчит. Потому что они солидарны с ними, я прекрасно знаю, это приличные люди, их только наши радикалы назвали, они молчат из солидарности в Украине. У многих позиция такая. Мы во многом не согласны с тем, как сейчас поступают украинские власти внутри своей страны. Но мы не будем поддерживать Путина и критиковать украинскую власть. Мы лучше промолчим в том смысле, что лучше молча переживать и понимать, что не все хорошо складывается внутри страны. Чем помогать Путину? Публичной критикой Украины. Я эту позицию прекрасно понимаю. Поэтому я никогда не решаюсь критиковать российских либералов. Легко критиковать людей, которые находятся там и могут быть в любой момент арестованы или исчезнуть. нужно быть немножко ответственным. Но то, что вы сказали, я принимаю. Необходимо это было сделать еще первые месяцы войны, но пошли другим путем. Почему? Я думаю, что казалось, что такая полностью антироссийская повестка сплотит граждан внутри Украины. И вот эта УПЦ политика с монастырями, с храмами из русской культуры внутри Украины, потому что это часть тоже украинской культуры. Казалось, что если максимально сплотить людей, они станут сильнее. Это всегда любое действие в войне пропаганды. Она была открыта в Первую мировую. Немец с клыками, с которой капает кровь, и который замахивается на женщину с ребенком. И какой-то там англичанин или француз или русский удерживает эту руку. Мне казалось, это ложное понимание силы. Ставка на то, что если мы будем едины, если все российское будет воспринято как негативное, нам будет легче мобилизировать внутренние ресурсы, объединять граждан внутри Украины. а это мне кажется ложная стратегия. Ну что ж, Андрей Олегович, я бы с удовольствием еще с вами долго и много говорил, много разных тем, которых мы вообще не коснулись. Я очень надеюсь, что это не последний наш разговор. Мне было безумно интересно вас слушать даже тогда, когда внутренне я с чем-то не соглашался. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, но несогласие внимательных друг к другу людей это залог будущего. Хорошо друг с другом не соглашаться и честно говорить то, о чем думаешь. Спасибо за приглашение. Всего доброго. Спасибо. Я надеюсь, до следующей встречи. С нами сегодня на моем канале еще раз был философ Андрей Баумейстер. Пожалуйста, в знак благодарности за этот разговор. Поставьте этому видео лайки, задавайте вопросы, оставляйте комментарии и не забывайте порадовать нас подпиской. И всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова